Всем привет дорогие друзья! В этом видео я подготовил для вас несколько интересных новостей, которые связаны с Польшей. Поэтому досмотрите это видео до конца, это самые актуальные новости, которые будут вам полезными. А первая новость заключается в том, что украинцам сложно открывать чета в польских банках. Изначально польские банки громко заявили о том, что готовы помогать беженцам из Украины. Но по факту оказалось следующее, что когда люди обращаются в польские банки, то не все банки готовы сразу же открывать счета. Почему же так происходит? Вообще открытие счета в польском банке это процесс устоявшийся и чтобы открыть счет, нужно иметь загранпаспорт и легальные основания на территории Польши. Так вот, часть украинцев заехали совершенно без загранпаспортов с украинскими паспортами, либо загранпаспортами старого образца. В таком случае некоторые банки сейчас действительно отказывают с открытием польского счета, ссылаясь на то, что нужно иметь либо биометрический загранпаспорт, либо же подтверждение статуса УКР. Поэтому, если у вас нет биометрического загранпаспорта, то вам нужно сначала получить статус УКР, получить ПЕСЛ и только тогда вы сможете открыть счет в польском банке. Почему это важно? Потому что все пособия, которые Польша будет вам выплачивать, они идут в безналичной форме. Поэтому иметь счет в польском банке просто необходимо, даже с той целью, чтобы получать помощь от Польши. Так что, чтобы открыть счет в польском банке, могу посоветовать это ходить по разным отделениям и узнавать, смогут ли открыть вам они счет. Вторая новость заключается в том, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о том, что теперь украинцам можно пока что не обменивать права на польские. Если ранее украинцам нужно было менять права с украинских на польские при бесперерывном нахождении в Польше более чем 6 месяцев, то сейчас это правило отменили и можно кататься на украинских правах, не обменивая их до конца 2022 года. А также в этом законе также указано, что теперь, даже если у вас украинские права уже просрочены, то даже на них можно кататься до конца года, то есть до 31 декабря. А также в законе четко говорится, что до конца года владелицы автомобиля не обязаны показывать никакие другие документы, которые подтверждают право собственности этим транспортным средством, кроме свидетельства о регистрации. То есть никаких других документов требовать у вас не будут. Третья новость заключается в том, что практически 50 учителей из Украины начнут работать в Польше. 30 марта в рамках пилотной программы запускается проект по поддержке украинских беженцев, где будет предоставлена возможность работать украинским учителям в школах Люблина. В городе Люблин это первый город, в котором будет стартовать эта программа. Такие учителя-помощники будут работать по 6 часов в день, 5 дней в неделю, и в их задачи будет входить это присмотр за украинскими учениками, это помощь с домашним заданием, с адаптацией, а также организация дополнительных встреч. Поэтому это первая программа в этом городе, и она будет только расширяться по другим городам. Четвертая новость. Польские предприятия испытывают нехватку мужской силы. На данный момент из Польши в Украину вернулось порядка 285 тысяч мужчин. А вот новые мужчины не заезжают на территорию Польши. Соответственно с этим Польша сейчас испытывает очень сильный дефицит мужской силы. И более чем 70% всех вакансий, которые сейчас есть в Польше, они ориентированы именно на мужчин, на тяжелую мужскую физическую силу. А наиболее сейчас страдают это строительная промышленность, автомобильная, тяжелая промышленность и обрабатывающий сектор. Но наибольший дефицит, конечно, испытывает эта строительная отрасль, где работало порядка 400 тысяч мужчин. Так что Польша сейчас очень сильно не хватает мужской силы. А также пятая интересная новость, не очень сильно связана с Польшей, но она связана с Канадой. В том плане, что Канада планирует отменить визовый режим с Украиной и включить безвизовый. Уже известно, что федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима Канады с Украиной и поддержал, соответственно, ввод безвизового режима. В документе, в частности, говорится о призыве Канады для ввода как можно быстрее безвизового режима, а также выдачи электронных приглашений по более быстрой процедуре. Чтобы не нужно было долго ждать, можно было более быстро, чтобы люди получали электронные приглашения и могли по безвизу ехать в Канаду. Мне кажется, это интересная новость, так как если включится безвизовый режим с Украины в Канаду, то часть людей, конечно же, будут заинтересованы в этом направлении. Поэтому, мне кажется, это интересная тенденция. Ну что же, друзья, надеюсь, видео было интересно и полезным. Постарался собрать самые интересные актуальные новости, которые были, а не короткие, но каждая из них очень информативная и имеет свое значение. Что Польша очень активно сейчас помогает украинским беженцам и облегчает всеми способами возможности их нахождения в Польше. Ну что же, друзья, вы, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, как обычно, внизу в описании под видео вы найдете ссылку для бесплатного перевода денег через TransferGo. По моей ссылке вы получите бесплатные переводы абсолютно по всем направлениям. Поэтому зарегистрироваться можете уже сейчас, а перевести деньги позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok